Семья Крупуновых устанавливала окна на даче дважды. Первый раз оплаченные окна супруги так и не увидели. Оконная фирма, которой они заплатили ни много ни мало, а именно 80 тысяч рублей, ушла в подполье. В том году они нам окна вставили, и я довольна этими окнами. Решили вставить второй раз, и получилась такая ситуация, что ни денег, ни окон, и нет этой организации. Самое главное обидно, они приехали замерять, они на даче все разломали, все покидали, и никаких результатов, просто обидно. И нам сейчас, вот у нас дочь родила, ребенок маленький, и мы на дачу пришлось в другой фирме заказывать окна, еще деньги платить, чтобы ребенка вывезти на лето на дачу. Вообще кошмар, и концов не найти, как будто мы живем не в российском государстве. Мы остались беззащитны, и все, не только мы, а все. Супруги станут не первыми и не последними пострадавшими, кто остался без окон и денег. Только в Рязани жертвами мошенников стали более 60 человек. Пришли, замерили, тоже расковыряли. Но я думаю, я за наличку не буду, я лучше в кредит возьму. Потихонечку буду оплачивать. Прошел две недели, прошел месяц, пришла сюда, а тут написано, здесь работают мошенники. Так, кредит я оформила на 25 тысяч. Кредит на 30 тысяч у меня, два окна вышло. Я заказала их 17 декабря. Пришла я сюда, значит, звонила периодически, мне сказали, то в Москве на заводе оборудование меняют. Вот подождите, вот у нас такие задержки, мы все задолженности, вот эти вот, неустойку выплатим. То в Ставрополе там что-то машины, в общем, не привезли доставку, короче, это самое. А когда я сюда приехала, мне девушка уверяла, что поставим. Потом через некоторое время опять это прошло, может, недели-две я приезжаю, здесь уже написано на дверях, вот у меня в телефоне есть вывеска, здесь работают мошенники, обращайтесь в полицию. В полиции нам прислали вот такие постановления о том, чтобы отказать в возбуждении уголовного дела. Вот сколько людей здесь пострадало. Города, где недобросовестная фирма оставила свой след. Москва, Ростов-на-Дону, Саратов. Уже несколько месяцев как рязанский офис компании закрыт. Люди написали заявление в полицию, но надежды на то, что им вернут деньги, почти нет. Счета фирмы пусты. Стоит направить претензию по адресу нахождения данной организации, насколько я знаю, она зарегистрирована в Волгодонске. И в дальнейшем, в случае не получения даже ответа, у вас есть шансы для обращения в суд. Главное, чтобы эта организация работала. И в дальнейшем предъявление иска заставит, наверное, обратить внимание на данную проблему. Взыскание убытков можно требовать, компенсация моральной вреда. Если будет нарушен добровольный порядок, то вы в праве, уважаемые потребители, в праве требовать взыскание штрафа в размере 50% от всех присужденных сумм. Фирма действовала по отработанной схеме во множестве городов. Но лишь в Волгодонске дело довели до суда. Как теперь людям вернуть потраченные деньги? А главное, помогут ли им в этом правоохранительные органы? Пока остается под вопросом.